На этой неделе Федеральной миграционной службе России пришлось краснеть за своего пресс-секретаря. Это случилось в эфире британской телекомпании BBC, где на последних минутах Константин Полторанин озаботился вымиранием белой расы. Надо же было такому случиться, что свои умозаключения господин Полторанин сделал в день рождения Гитлера. На нациалистических форумах тут же написали «Удачно, дедулю поздравил». Вот цитата из скандального интервью. На кону ведь стоит в принципе выживание белой расы. И в России этот вопрос ощутим. Сейчас при всем при том, что титульные нации русские, мы часто слышим и видим, что проблемы возникают с каждым днем. Естественно, убыль населения, так же, как и в Западной Европе. Поэтому, в общем-то, тут надо строить отношения таким образом, чтобы смешение крови шло в правильном режиме. В целом, интервью было посвящено российским лагерям для беженцев и иммигрантов. Пресс-секретарь ФМС рассказал, что предпочтение отдает приезжим из Белоруссии и Украины. Такую оценку известный журналист Михаил Леонтьев называет ошибкой, но в то же время не столь серьезной, чтобы за нее увольнять. Ну, неаккуратно, правда. Не политкорректно, да. Но мы же не в Калифорнии. Мы же не собираемся вводить в московских школах курс истории гомосексуализма. Я надеюсь. На самом деле, если бы американцы имели наш уровень социальной поддержки, наш уровень развития государственного института в российском, они бы давно всех уже друг друга перестреляли бы полностью. Константин Полторанин пытался оправдаться, мол, его не так поняли, а слова из контекста вырвали. Чиновник также заверил, что ультраправых взглядов никогда не придерживался. Но почему-то его уже никто не слушал. Увольнение пресс-секретаря ФМС поддержали в Кремле. В администрации президента решение об отставке назвали логичным и необходимым. Не замедлил отреагировать и генсек ООН. На заседании постоянного совета при ОДКБ Пан Гимун поблагодарил российские власти за принятое кадровое решение. Свою оценку событиям дал и писатель Михаил Виллер. Наполеон сказал ей же, черт возьми, вещи, которые не говорят вслух. Он произнес вслух то, что он, как должностное лицо, официально не смел и не имел права произносить. Хотя то, что он думает, на самом деле могут думать многие. Напомню, Константин Полторанин – сын бывшего министра печати Михаила Полторанина. Пост пресс-секретаря ФМС он занимал 6 лет. До этого выпускник юридической академии отвечал за контакты с прессой в департаменте собственной безопасности МВД. С будущим местом работы Константин Полторанин пока что не определился. Редактор субтитров А.Семкин